Народный каток открылся в эти выходные в Хабаровске. Самая большая бесплатная ледовая площадка на Дальнем Востоке. В этом году лед залили на территории 18 тысяч квадратных метров. Появилось несколько новых зон. В день открытия народный каток посетили более 4 тысяч человек. Репортаж Дарья Небора. В первый день календарной зимы в Хабаровске снова скользко. Но на этот раз нечищенные тротуары здесь ни при чем. Просто на центральной набережной 1 декабря открывают самый большой на Дальнем Востоке уличный каток. До официального открытия хабаровчан просили не выходить на лед. Не удержались. Задолго до начала торжественной части площадка народного катка заполнилась посетителями. Никуда не ходили. Ждали именно этого катка. Лед отличный, ровный. Ждали долго, все лето, всю осень. Очень рады этому событию. Сегодня только открытие, пока не видно. А обычно они перематывают так интересно деревья. То есть, как будто кто-то на них шьет свои платки, шарфы. Ну, смотрится очень прикольно. И как-то по-домашнему, как будто все это одна большая семья. Три, два, один, готово! С открытием зимнего спортивного сезона хабаровчан поздравил губернатор. Сергей Фургал неизменно приходит на народный каток с коньками. В этот раз глава региона поддержал юных хоккеистов, которым первыми доверили опробовать только что залитый лед. Праздник вообще великолепный. Единственное, не знаю, там раньше до стадиона Ленина было, а сейчас просто еще не были там. Как по длине сложно сориентироваться. Площадь катка не изменилась, но претерпела изменения. Лед разделили на три зоны. Для хоккеистов, для новичков и основной. Как и в прошлом году, погреться и переобуть коньки можно будет не только в Манеже. Появятся фудкорты и непосредственно возле катка. А новшество этого года – ящик для писем Деду Морозу. В конце декабря всю корреспонденцию отправят в Великий Устюг. Дарья Небора, Павел Павлов, телеканал «Губерния».